Охота началась. В Самарской области проснулись клещи. За помощью к медикам обратились более 250 человек. От укусов насекомых страдают и животные. Клещи поджидают свою жертву в кустарниках и высокой траве. Чтобы отдых на природе не омрачился укусом клеща, нужно использовать специальные репелленты и быть внимательным. Обязательно правильно одеться. Желательно одеть светлую или однотонную одежду. Потому что вы знаете, что увидеть клеща на светлой одежде гораздо легче. Нужно быть очень внимательным и к себе, и к окружающим. То есть нужно обязательно смотреть, может быть вы увидите клеща, пока он еще ползает. По словам специалистов, пик клещевой активности делится на два периода. Первый в апреле-май, второй в августе-октябре. В это время нужно быть особенно бдительным. Для укуса клещ выбирает тонкие участки кожи, к примеру, на шее или голове. Специалисты рекомендуют всем, кто отправляется в парк или на дачу, осматривать открытые участки кожи каждые два часа. Тем же, кто уезжает в Тайгу или Сибирь, необходимо сделать прививки. Если человек вынужден выехать в очаг, но он не знал, неожиданно для него, тогда допускается ускоренная и экстренная схема, когда, например, можно ввести вакцину, следующее введение через неделю, третье введение через 21 день, и тогда уже быстрее формируется иммунитет. Ежегодно в медицинские учреждения области с укусами клещей обращаются около 5000 человек. Как показывает практика, каждый пятый клещ заражен энцефалитом или клещевым боррелиозом. Однако, своевременная помощь медиков сводит последствия от укусов к минимуму. Летальных случаев в Самарской области не было. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.